Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с необычными городами нашей Родины. Россия – самая большая в мире страна. Она расположена сразу в двух частях света – в Европе и Азии. Ее территория – как 25 Франций или 56 Италий. Велика наша страна. Она омывается тремя океанами – Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым, и Тринадцатью морями. В ней 120 тысяч рек и около двух миллионов озер, 11 часовых поясов. Россия граничит с 18 государствами, ее населяет около 144 миллионов человек. Все они живут в разных городах нашей огромной страны, и каждый город по-своему уникален. Давайте познакомимся с ними поближе. Столица нашей Родины – город Москва. Это один из самых крупных и самых древних на планете городов. В Москве находится множество памятников архитектуры, знаменитых театров и музеев. Согласно летописям, город был основан в 1147 году. Своим появлением он обязан Юрию Долгорукому. В самой большой средневековой крепости Москвы, Кремле, располагается правительство Российской Федерации. Московский Кремль – это сердце столицы. Его построили в 1156 году. Он красуется на Бавровицком хорме, на левом берегу Москвы-реки. В былые времена крепость была деревянной. После пожара в 1238 году ее построили уже из камня. С тех пор Москву стали называть белокаменной. Высокие стены Кремля от 5 до 19 метров в высоту защищали Москву от врагов, а его башни были сторожевыми постами. Кремль имеет 20 башен. Самая высокая – Троицкая, ее высота 80 метров. Самая маленькая – Кутафья, всего 13,5 метров. Самая старая из них – Тайницкая, построенная в 1485 году. Самая молодая – Царская, построенная в 1680 году. Пять башен Кремля украшают рубиновые звезды. А раньше на его шпиле были орлы из гербар Российской империи. Самую главную площадь Москвы называют Красной. Северная столица России – город культурного наследия, Санкт-Петербург. Город был основан 16 мая 1703 года. Именно в этот день на Заячьем острове было положено начало строительства первого здания будущего города, который позже назвали Петропавловской крепостью. Санкт-Петербург – колубель российской науки и образования. Именно в Петербурге указом Петра I была образована Российская академия наук и один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира – фунцкамера. Также в Санкт-Петербурге находится один из величайших и старейших музеев в мире – Эрмитаж, который включает огромную коллекцию произведений искусства, сокровищ и древностей. В годы Великой Отечественной войны город пережил 900 страшных бракадных дней. Символ города – разводные мосты. Ночью половинки моста раскрываются, поднимаясь, освобождают проход по Неве для больших кораблей. Один из самых красивых мостов – Дворцовый. Он соединяет Адмиралтейский и Васильевский острова. Иннополис – самый молодой город России. Он стоит на реке Волги в 40 километрах от Казани. Удивительный Иннополис начали возводить с нуля в 2012 году. Как IT-деревню для специалистов в области информационных технологий и членов их семей. В молодом российском Лукограде построено 6 кварталов, где проживает около 3,5 тысяч человек. Здесь находится инновационный университет, спортивные и медицинские центры, супермаркеты и несколько кафе. Для туристов проводят обзорные экскурсии по городу. Самый маленький город России – Чикалин, который находится в Тульской области. В нем живет всего 995 человек. Несмотря на скромные размеры, город известен с 1565 года. На улицах Чикалина до сей поры сохранились кульпические особняки и общественные постройки 18-19 веков. Самый высокий город России – Тырный Ауз. Название города в переводе с балканского означает «журавлинные ущелья». Тырный Ауз расположен в Кабардино-Балкарии, всего 40 километров от Эльбруса. На высоте более 1300 метров над уровнем моря. В наше время городок является излюбленным местечком туристов, которые приезжают туда, чтобы покорить Эльбрус. Самый восточный город России – Анадырь. Он расположен в пограничной зоне в Чукотском автономном округе. Анадырцы живут в условиях сурового климата и прекрасной заповедной природы. Они первыми в нашей стране встречают солнце и отмечают Новый год. В Чукотском городе можно увидеть ярко раскрашенные дома и в самой северной в мире деревянный православный храм, Свято-Троицкий собор. В музее «Наследие Чукотки» можно познакомиться с традициями и бытов коренных народов. Последний город в нашем путешествии – Первый морской под России Архангельск, по праву называемый «Столицей-Поморья». Город был основан в 1584 году по указу царя Ивана Грозного в 35 километрах от Белого моря. Расположение его оказалось настолько удачным, что в XVI-XVII веках он пополнял казну русского государства на 50-60%. В Архангельск трижды приезжал Петр I для постройки торговых судов. В годы Великой Отечественной войны в город приходили северные конвои. Также столица Поморья является родиной снеговика, а его резиденция размещается в культурном центре Соломбола-Арт. В 1965 году в городе построили самый северный в России железнодорожный разводной мост. На этом наше путешествие по необычным городам нашей огромной страны подошло к концу. Однако мы рассказали вам далеко не все интересные факты, приглашая в нашу библиотеку за книгами, в которых могут вам самостоятельно посетить множество интереснейших городов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok